Каждый третий бендерский лифт выработал свой ресурс. Время их эксплуатации превысило 25 лет. По правилам, когда подъемники достигают такого возраста, они должны пройти специальную экспертизу и капремонт. Наиболее изношенные меняют на новые. Правда, не такими темпами, как хотелось бы. О состоянии лифтового хозяйства говорили на заседании экономической комиссии в Бендерах. Как рассказал директор предприятия Бендер и лифт Анатолий Скутильник, в 2020 году подошла очередь капитального ремонта более 50 лифтов. Подъемники стареют. И, конечно, до бесконечности их проверять и испытывать не получается. В среднем в Бендерах меняют всего несколько кабин в год. Большинство обновляют и модернизируют. Суворово 59 мы сейчас проводим капитальный ремонт. И благодаря тому, что мы демонтировали эти два редуктора на Ленинградской 14, мы из четырех сделали два. И действительно, вчера запустили два редуктора. Они бесшумно, тихо работают. Стоит один подъемник почти как подержанное авто. 12 тысяч долларов. Плюс монтажные работы. Еще около 200 тысяч рублей. В этом году планируют заменить два лифта. Их могло быть больше. Но давит извечная проблема. Долги жильцов растут. К тому же, существующий тариф не покрывает реальных затрат предприятия. За последние два года предприятие недополучило почти полтора миллиона рублей. Треть суммы задолжали горожане. За четыре месяца 2020 года прирост составил 50% и 117 тысяч рублей. Так, за март месяц 2020 года недополучило 4% или 10 тысяч рублей. За апрель месяц 2020 года недополучило 20%. С проблемой недоимок сталкиваются и другие коммунальные предприятия. На должников подают в суд. Кстати, при таком способе взыскания долгов неплательщику придется дополнительно оплатить пене в размере 5% и все судебные издержки. Но и здесь есть проблема. Необходим действенный механизм взыскания долгов в пользу коммунальных предприятий, отметил глава города Роман Иванченко. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.